Я не то чтобы заядлый грибник какой-то, но, по-моему, подберезовики, подосиновики, вот эти вот все подзалупники – это грибы неблагородные. То есть это на уровне сыроежек, свинушек и прочей хуйни, которые условно съедобные, в принципе, но какие-то мыльные и всратые. То есть это не белый гриб или опенок какой-нибудь. Это вот типичные здоровенные, блядь, евразийские зайцы. У нас здесь они меньше гораздо. У меня к дому прямо иногда прибегают зайцы, ну, кролики, вернее, дикие кролики, то, что Джек Рэббит называется. Вот он скорее не кролик, а зайц. Такая, блядь, кенгуру маленькая. Ну, да, они здесь мельче значительно. Рэббит – это зайца, Банни – это кролик, разве нет? Нет, Рэббит – это общее понятие, в него входит фейер, зайц, и Банни Рэббит – это вот именно кролик-кролик, то есть у которого маленькие ушки, который весь комок такой, короче. Тут в чате сыры обсуждают. Ты как относишься к сырам с плесенью? Полный кал, я не понимаю, как люди хавают, блядь, испорченный сыр. Просто пиздец. К обычному сыру, чтобы его плавить, а к чеддеру? Ну, просто расплавить сыр, блядь, а как по-другому есть сыр? Я не очень понимаю, я американец. И к чеддеру отношусь хорошо. Люблю резкий чеддер такой. Колбасный сыр любишь? Ну, колбасный сыр – это, он же, как правило, это копченый сыр, типа Гауда, да, обычно. Ну, что-то типа того. Я, кстати, не фанат. Ну, могу есть, но не фанат. Можно его не плавить, а есть так, с хлебушком и маслом вкусно. Ну, да, можно, ну, типа, не знаю. Шоколадное сырочное масло есть за пределами СНГ? Наверное, есть, но не популярно. Праздник огурца – пиздец, американская тема, на самом деле. А, согласен, кстати, вот эти локальные всякие праздники, блядь, нахуй, панкейков, огурцов, помидоров, блядь, репы, блядь, ну, репа, ладно, типа картошки, кукурузы. Это вот просто до жопы везде. А если в Висконсин какой-нибудь зерной, там, блядь, фестивали сыра, ебаново, блядь, просто нахуй, круглый год на хуйня. С одной стороны, всрата выглядит, ну, так, если подумать, то пиздец, как всрата. Сыр-косичка, как он, косичка неплохая. А, неплохая была. Ностальгия про Дэм Крем, Зеленограды и Филей не приходит. Ностальгия есть всегда, просто важно уметь отличить ностальгию от хороших воспоминаний. Хорошие, приятные, добрые воспоминания, ностальгия – это разные вещи. Продолжение следует...